Много говорили и не один раз о судьбе подрастающего поколения, о том, что составит будущее нашего общества. Я в связи с этим хотел бы напомнить вам, Елена Михайловна, о том сюжете, который вы сняли в первом и пока единственном в Москве, в приюте-убежище для детей. В прошедшей передаче мы познакомили вас с Олегом Зыковым. Он врач, директор, президент Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании». И вообще человек, как нам кажется, буквально напичканный всевозможными толковыми идеями и программами. Когда мы снимали этот материал, он ни о чем не мог говорить, кроме приюта-убежища. Тяжело продвигалось это дело, но тем активнее занимался им Зыков. Итак, приют-убежище открыт. Это фрагменты сентябрьской передачи. Тогда им было трудновато, начинать всегда сложно, но Зыков и единомышленники действовали. Работали на идею самоотверженно, и дети к ним начали приходить. Ты сам сюда пришел? Да. А что тебе здесь интересно? Мне? Ну, здесь с ребятами можно пообщаться, поесть. Потом я тут, можно сказать, лечусь. От чего? У меня искривление позвоночника. Мне не нравятся тренажеры. Нам выйдет комнату под руку. Мы его хотим оборудовать. Тут врачей много. Ну, это очень даже хорошо. И все бесплатно, самое главное. Живет приют и развивается. Как говорится, не по днам, а по часам. И вызывает к себе пристальный интерес. В общем, не мудрено. Это пока единственное в своем роде учреждение. Здесь все построено на принципах добровольности и уважения. Идет попечительский совет. И то, что в него вошли люди, известные всей стране, нам представляется вполне закономерно. В чем суть того, что мы собрались здесь? Собрались люди, которые отвечают за вопросы защиты детства. Все мы сможем вместе воздействовать на московские и городские власти, чтобы была муниципальная поддержка, бюджетная поддержка деятельности. И целой сети приютов в Пару Москве. И создание именно на базе приюта Олега Зыкова методического центра. Поскольку он человек, который знает, как нужно помогать. Вот проект закона об охране семьи, материнства, отцов, царистов. Вот проект основы законодательства об охране здоровья граждан. Вот проект закона о благотворительности, вариант правительства. Вот проект закона о благотворительной деятельности, вариант парламента. Но все это, как ты видишь, как вы видите, дорогие друзья, все это проекты. Может быть ты, как практик благотворительной деятельности, направишь нам в парламент свои замечания к этим проектам, чтобы эти проекты не были воздушными замками. Очень хотелось, чтобы это начинание из такого движения энтузиастов стало вполне узаконенным, нормальным государственным делом. Вот четыре фактора, то есть наличие специалистов, энтузиастов, наличие муниципальной поддержки, наличие законодательной базы и наличие спонсоров. Четыре базы, плюс пятое, ваше внимание, средства массовой информации. Энтузиазма тех людей, которые начинали это дело, хватит на уровень всего города. То есть я думаю, что с помощью Олега мы найдем вот таких дублеров, языковых, в каждом округе. Я почему-то в этом уверен. Я постараюсь, чтобы депутаты Москвы вспомнили о том, что они не только, избираясь для того, чтобы играть большую политику, как многие делают из нас, а в том, что большая политика, начиная от Конституции, она идет и кончается, и начинается и кончается именно этим, благополучием каждого гражданина. Мы недаром в Конституции пишем, что дети обладают правами и свободами уже с рождения. Не будет никакого крепкого российского государства, не будет никакого возрождения, если дети будут вырастать дебилами, если дети будут вырастать нравственными уродами, если они будут вырастать циниками, для которых главным символом жизни является Кока-Кола, Мальбора и реклама телеканала «Дважды два дня». Приют, в данном случае, это исходная точка, это некий базис, это помощь в экстремальной ситуации. И, безусловно, логическим продолжением будет создание учреждений, которые будут отслеживать судьбу ребенка, воспитывать ребенка, который оказался без опеки. Идея, конечно, прекрасна, в самой своей основе. Префектура пошла на встречу. И вот одежду только передали на 30 миллионов рублей с лишним. На 6 с лишним миллионов продуктов раздали. Совет Юго-Западного Круппистический Совет готов принять участие в финансировании вашего учреждения. Я являюсь вице-президентом Международного Русского Клуба. Это недавно создавшаяся организация, такая неформального типа, лидеров, политиков, историков, министров, депутатов, которые пытаются соединить идеи демократии и патриотизма. Мы решили вчера на создании Международного Русского Клуба взять под свою опеку, этот конкретно ваш приют. Эта опека будет выражаться в материальном помощи. Очень важно это. Важно. И мы еще раз убедились в этом. Встретит здесь Михаила Александровича Бочарова. Народный депутат. Президент концерна. День расписан даже не по часам, по минутам. К тому же съемки мы проводили в дни, когда проходил съезд. И тем не менее, время для обездоленных он нашел. Я представляю Международный Русский Клуб, президентом являюсь которого. И у нас сегодня уже ряд программ, связанные с детьми. Недавно мы провели, главными спонсорами были, международной конференции. Как раз по конвенции по правам ребенка. Хотим, по крайней мере, думать немножко о будущем и думать о завтрашнем дне. И я думаю, что Русский Международный Клуб мог бы и должен бы заняться участием, будем говорить, в жизни этого приюта. Ну, как-то создатель те условия, которые они лишены, может быть, дома, родителей, в какой-то степени, так сказать, вот оказались беспризорниками, попали в этот приют. И особенно вот малыши с очень трагической судьбой. Мне очень хотелось бы посмотреть на родителей этого мальчика. Кстати, самого маленького. Папа его бил, бил каждый день. Воспитывал. Воспитывал, а потом насиловал. И так два года. А ему всего семь. Как отогреть этого ребенка? Как говорить с ним? А другой жил в картонном ящике возле метро почти год. Боялся родителей. Убить могли. Бутылкой. Что можно делать сегодня? Вот все, что можем делать, наверное, есть благополучные, так сказать, обеспеченные семьи, которые должны оказывать помощь вот таким детям. Это же еще раз говорю. Мы не можем мимо них пройти. Я буду считать, что нам повезло, и может быть, наше сотрудничество продлится. Я думаю, что настолько важны проблемы, которые вы освещаете на телевидении, это благородная цель и задача. Я думаю, что мы обязательно найдем общий контакт. Я с удовольствием даю такое согласие, так сказать, сотрудничать вместе с вашей программой. Ну, а мы-то тем более. Благодарю вас. Я могу только приветствовать инициативу моих коллег, народных депутатов Российской Федерации Олега Грумянцева и Михаила Бочарова, проявивших внимание по отношению к этому приюту-убежищу. Но надо сказать, что вот с сентября хоть времени немного прошло, но все, там уже появилось. И антураж соответствующий, плита и продукты питания. И самые главные дети там появились, и не просто появились, они появляются там каждый день все новые и новые. Дети с трудными судьбами, дети, будущее которых могло бы быть куда более трагичным, чем то, что происходит сейчас. А сейчас, в принципе, у них появилась возможность стать нормальными членами нашего общества, вернуться к нормальной жизни, исправить из коверканных детскую судьбу. А все это будущее, то будущее, ради которого, в принципе, мы ведь и живем.